Друзья, всем привет! Хотя я практически не смотрю телевизор, но тем не менее, мне однажды попался в руки TV-тюнер. Это RAM-сет серии TR-2017HD. Меня попросили посмотреть данный тюнер, поскольку он перестал включаться. То есть, вообще без каких-то видимых признаков жизни оказался. Попросили, в общем-то, посмотреть, либо просто выбросить данный тюнер. Если мне с ним ничего нельзя будет поделать. А поскольку я практически ремонтами не занимаюсь, поскольку мне это мало интересно, в основном я занимаюсь какими-то своими разработками. Ну, например, вот таким вот лазерным пистолетом. О котором я расскажу в следующем видео. Поэтому, конечно, я думаю, его просто отбросить, а пойти взять новый. Поскольку стоимость их не такая высокая, а сдавать куда-то в ремонт тоже практически нет смысла. Ремонт обойдется по стоимости данного устройства. Но, тем не менее, я решил посмотреть данный тюнер. Думаю, вдруг здесь какой-то контакт отошел или еще чего-нибудь. Ну, то есть, какая-то мелочь. На устранение которой пойдет значительно меньше времени, чем даже поехать купить новый такой тюнер. В общем-то, разобрал я этот тюнер. Затем подключил сюда шнур питания и проверил, подается ли вообще напряжение на схему. Поскольку бывает очень часто, что напряжение просто не подается на схему. Либо контакт где-то отошел, либо просто где-то перегнулся шнур и все. Достаточно просто купить новый шнур, либо там отрезать, вырезать этот кусочек перегнутый и спаять и замотать изолентой. То есть, что делается очень быстро. Ну, а тем не менее, как только я разобрал данный тюнер, я увидел здесь вздутый конденсатор. Ну, думаю, отлично. Поменяю просто вздутый конденсатор и на этом, собственно, надеюсь, ремонт закончится. Конденсатора у меня, кстати, подходящего не было. Выпаять конденсатор я этот, который стоял здесь, не рабочий, сразу быстро не смог. Поскольку здесь используется бисвинцовый припой. А я пытался это все сделать вот таким паяльником. Еще и посмотрите, с каким жалом. Промучался я с этим паяльником. Полками не выпаял. Там чуть дорожки все не поотрывал. Но, в общем, на ту работу, которая при нормальном паяльнике требует затраты времени в минуту или 30 секунд. Этим паяльником я провозился, наверное, минут 15-20. Но поехал я все-таки взял паяльник посерьезнее. Такой мини-паяльную станцию. Он очень известный в кругах радиолюбителей. Это паяльник серии CXG936D. С максимальной мощностью 60 Вт. Ну, то есть, с возможностью регулировать температуру. В общем, купил я этот паяльник. Все равно, думаю, нужно покупать паяльник получше, чем тот, который был. Что-нибудь взять посерьезнее, чем можно хотя бы расплавить без свинцовый припой. Также взял конденсатор электролитический, но на всякий случай уже чуть побольше. Напряжение на 16 и на 25 Вольт на те же 1000 микрофарад. Впаял я его сюда, включаю и опа, снова ничего не заработало. Естественно, сразу была первая мысль его выбросить этот тюнер, пойти взять нормальный новый. Но здесь у меня возник спортивный интерес. Поскольку времени я уже убил или же потратил достаточно на это устройство. Думаю, нужно все-таки его обследовать, продиагностировать и привести в чувство. Возможно, здесь еще какая-то неполадочка. Возможно, скрывается какая-то маленькая неполадка. И я принялся за ремонт вот данного устройства. В общем-то, все подобные устройства, неважно, это будет тюнер такой, другой, либо вообще какое-то другое устройство, как всегда, содержит в себе источник питания. Источник питания, как правило, импульсный. Даже не как правило, а сейчас, наверное, 100% это будет импульсный источник питания, кроме звуковой техники. И то, там тоже сейчас в такой дешевой, в большинстве случаев, это будет импульсный источник питания. Поэтому, условно, вот эти все платы, можно разделить их не схемой на две. Другие составляющие, это силовая часть, он же блок питания, и, так сказать, цепи управления. Ну, если бы это был электровоз, я бы так и сказал. Силовые цепи и цепи управления. Ну, здесь, я думаю, точно так же это все выглядит. Поэтому, первым делом необходимо проверить работу самого импульсного блока питания. Ну, поскольку я все-таки знаком со структурой импульсного блока питания, с базовыми понятиями, и, у кого нет такого понятия, рекомендую посмотреть мои два или три, не помню уже, по-моему, два, два видео. Все-таки ссылку я оставлю на них в описании. То есть, кто хочет разобраться, как вообще устроен импульсный источник питания. И, зная эти принципы, конечно, уже, скажем, достаточно просто определить неисправность вот таких подобных источников питания. Собственно, то, чем я сейчас и займусь. Покажу такие основные базовые проверки подобных вот устройств и, в том числе, импульсных блоков питания. Итак, поехали! Прежде чем приступить к ремонту данного устройства, я все-таки хочу дать некоторые базовые теоретические понятия. Очень такие обширные, чтобы наши действия были максимально осознаны. Чтобы было максимально понятно, что и где мы измеряем. То есть, какие напряжения мы будем измерять в каких точках. Что будем конкретно проверять. Итак, условно, в принципе, большинство вот таких вот устройств представляет собой силовую часть и цепи управления. Силовая часть это будет блок питания. Простейший импульсный блок питания. Я сейчас много элементов буду выбрасывать, упрощать. Но, тем не менее, на некоторых базовых остановлюсь. Что собой представляет? Есть у нас сеть 230 вольт, 50 герц. Дальше. У нас будет шнур сетевой. Затем предохранитель. Здесь будет фильтр. Просто его обозначу F. Далее. После фильтра нас уже интересует следующее. Здесь будет диодный мост. Диодный мост, который будет выпрямлять переменное напряжение в постоянное. На выходе мы получим пульсирующее напряжение. То есть, здесь у нас переменное напряжение. Здесь у нас будет на выходе пульсирующее напряжение. Нарисовал как катушку. Ну, я думаю, будет понятно. И далее у нас будет здесь конденсаторный фильтр. То есть, будет высоковольтный конденсатор электролитический большой емкости. Так называемый сглаживающий фильтр. А дальше задача любого импульсного преобразователя заключается в том, чтобы преобразовать, собственно, постоянное напряжение, вот здесь сглаженное, в переменное. Для этого используется ШИМ-контроллер и транзистор. Ну, условно я покажу как-то так. Это будет у нас транзисторный ключ ТК. Причем вот этот весь блок, смотрите, я его даже так обведу. Чаще всего в маломощных вот таких вот блоках питания одна микросхема, так называемая ШИМ-контроллер, содержит в себе и соответствующий транзистор MOSFET, как правило. Или там парочка транзисторов MOSFET. Напишем ШИМ плюс ВТ, плюс транзистор, вот этот вот блок. Он как раз и формирует нам высокочастотное переменное напряжение, собственно, благодаря которому мы снижаем габариты трансформатора. А дальше здесь идет трансформатор, первичная его обмотка и вторичная. Я опять же рисую упрощенно, поскольку здесь еще будет маленькая такая обмоточка, которая будет давать обратную связь через диод, через резисторный делитель на ШИМ-контроллер, чтобы он понимал, какое напряжение здесь на выходе. Но это я пока что упускаю. И вот здесь мы получаем уже пониженное высокочастотное напряжение. А поскольку напряжение высокочастотное, это десятки килогерц, то, естественно, нет необходимости ставить здесь диодный мост. Поэтому здесь ставят просто один диод. Дальше сглаживающий фильтр, конденсатор просто электролитический. И, кстати, чаще всего вздуваются, выходят из строя именно вот эти конденсаторы. Вот эти. И иногда ремонт блок питания, это и очень часто, заключается в том, что нужно заменить вот этот конденсатор. И, как правило, здесь на выходе получает, вот в этом тюнере, получает порядка 5 вольт. Дальше таких цепей может быть несколько, вторичных обмоток тоже может быть несколько, но суть заключается в этом. Далее для питания вот этих вот остальных цепей, цепей управления различных используют. Еще далее сюда, я покажу стрелочкой, вот эти будут у нас конденсаторы, еще раз нарисую. Ставят сюда, это будет продолжение, параллельно к этим точкам будет подключаться эта цепь, ставят сюда еще линейный стабилизатор напряжения по типу 78L05 или 7805, или уже LM7805. Ну, кстати, здесь такие LM7805 не применяют, здесь применяют другое, но принцип их действия идентичен. То есть это линейные, не импульсные уже, а линейные, поскольку входное напряжение, их относительно низкое. То есть здесь у нас будет где-то 5 вольт, а на выходе нам нужно получить, там иногда 1,8 вольта, как в моем случае, может быть 3,3 вольта, самое распространенное, вот таких вот 2 напряжения, то, что касается вот таких вот тюнеров. И все, дальше вот это напряжение начинает питать все остальные цепи. Вот здесь есть процессор, какой-то аудио, там еще чего-то есть, различные микросхемы, но это нас пока не интересует, поскольку если нет напряжения с выхода блока питания, то, естественно, что мы там дальше можем проверить. Теперь, зная данную схему, какие наши действия. А действия наши очень просты. Первым делом нам необходимо вообще убедиться, подается ли на схему 220 вольт. Сейчас мы это все будем делать. Я покажу сначала на самих элементах, потом мы подключим вольтметр и так далее. Вот этот шнур от него сетевой. И подключать мы будем его, ну, собственно, оттуда, откуда снимали. Вот к этим двум выводам. Сюда мы подключаем и проверяем, подается ли напряжение на саму схему. Чтобы было это более наглядно, я это вытяну сейчас отсюда. И дальше мы можем проверить, конечно, это удобно проверить вот с обратной стороны платы. Посмотреть, куда подается переменное напряжение и с обратной стороны проверить вольтметром. Ну, или мультиметром. Но, кстати, очень важное замечание. Особенно те, кто новичок, кто попытается это что-то сам ремонтировать, здесь на входе у нас 220 вольт. И видите, напряжение у нас, согласно нашей схеме, низкое, становится вот только здесь, на вторичной стороне импульсного трансформатора. А здесь у нас все время будет присутствовать высокое напряжение. Поэтому нужно быть очень аккуратным, когда будем работать с мультиметром. То есть, чтобы не попасть элементарно под высокое напряжение. То есть, необходимо соблюдать правила безопасности. Как это звучало раньше, согласно охране труда, сейчас этот термин не применяется, а, по-моему, применяется техника безопасности. Поэтому, согласно технике безопасности, стараемся здесь лишний раз не прикоснуться и не закоротить. Здесь ни щупо мультиметра, ни так далее. Поэтому, такие действия нужно выполнять очень аккуратно. Теперь давайте посмотрим, собственно, сам тюнер и на нашу схему. Здесь мы будем подавать напряжение на эти выводы. И дальше здесь выполнять некоторые действия. Какая здесь проблема в данном тюнере? Проблемы же могут быть разные. Проблема здесь была в следующем. Включаем мы питание, и абсолютно здесь ничего не засвечивается. Нажимаем кнопку Power. Там, ну, остальные кнопки нет смысла нажимать. И просто ничего не запускается. Я столкнулся вот с такой проблемой. Проблем здесь, ну, неисправности, точнее, здесь могут быть множество всяких разных. На то, чтобы объяснить все эти нюансы, естественно, потребуется, да, мне один час. Но мы так пробежимся по таким основным контрольным точкам проверкам. Вот наш вход. Мы увидели. Дальше мы здесь видим предохранитель. Конечно, предохранитель тоже может выйти из строя. Но мы его сейчас можем даже проверить. Включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем предохранитель. Мало ли что с этим предохранителем. То есть мы слышим предохранитель целый, то есть прозванивается очень легко. Теперь давайте двинемся дальше. Фильтр мы, конечно, проверять не будем. Диодный мост тоже. Мы можем сразу, посмотрите, что проверить. Если напряжение вот в этой точке на фильтре у нас будет порядка, там оно будет где-то 310 вольт постоянного напряжения. Обращаю внимание, поэтому и мультиметр мы переводим в режим измерения постоянного напряжения. Почему 310 вольт? Потому что напряжение у нас переменное 230 вольт. Это действующее значение. А амплитудное значение конденсатора на холостом ходу заряжается до амплитудного значения. То есть амплитудное значение будет на корень из двух. Больше это будет где-то 230 умножить на 1,41. И будет равно приблизительно где-то 310 вольт. Почему это все повышение происходит напряжение и так дальше? Что такое амплитудное действующее? Я об этом рассказываю очень подробно в своем видео, в котором, собственно, и рассказывал, как собрать блок питания с пояснением всех этих элементов, с расчетом и так далее. Ссылку я оставлю в описании. Но там мы собирали трансформаторный блок питания. Но тем не менее мы видим входная часть. Она полностью аналогична трансформаторным блоком питания. То есть выпрямитель есть, фильтр и так далее. Поэтому если у нас здесь есть напряжение, значит, естественно, у нас и с фильтром, и даже с предохранителем, с диодным мостом, все в порядке. А затем, смотрите, мы будем проверять напряжение на выходе. То есть здесь на конденсаторе, либо на диоде. То есть мы можем на диоде очень легко проверять. Здесь такой мощный диод. Мы сюда ставим положительный щуп. И на шину, на корпус устройства мы ставим отрицательный щуп. И будем здесь пытаться посмотреть выходное напряжение. Итак, поехали. Подаю высокое напряжение. Кстати, прежде чем подавать высокое напряжение, давайте же пройдемся по основным элементам. Где они есть на реальной этой схеме. Фильтр наш. Вот он, кстати, фильтр. Помехоподавляющий. Дальше. Предохранитель мы уже видели. Вот он у нас диодный мост. Диодный мост. Вот он здесь такой маленький диодный мост. Вот он диодный мост. А дальше вот конденсатор электролитический большой емкости на высокое напряжение. Обратите внимание, он на напряжение здесь. Нам, наверное, будет видно плохо. Но, тем не менее, можете поверить на слово, либо проверить в своих блоках питания. Как правило, ставят его здесь на 400 вольт. Ну, а емкость у него, кстати, здесь небольшая. Почему? Потому что нагрузка небольшая. Здесь он на 15 микрофарад. 400 вольт, 15 микрофарад. Дальше, смотрите. Вот эта микросхемка маленькая, имеющая 7 ножек выводов. Это будет как раз шим-контроллер с встроенным транзистором. Масфет-транзистором. Можно посмотреть по даташиту, кстати. Как она подключается. Есть типовые схемы включения и так далее. Наша сейчас цель не такой глобальный ремонт, а такой поверхностный для начинающих. Так сказать. Дальше вот есть наш высокочастотный трансформатор. Вот он. Здесь, конечно, будет первичная обмотка со стороны шим-контроллера. Далее будет вторичная обмотка его. И вот это диод. Вот он. Диод на нашей схеме. Вот он. Один здесь диод и находится. А дальше, смотрите, что у нас есть. Сглаживающий конденсатор. И вот этот конденсатор я сюда впаял. Впаял его, видите, здесь неаккуратно. Поэтому можно сразу увидеть, что я его сюда впаивал. Вот он здесь в флюс остался. Ну и так далее. Конденсатор нашли. Чаще всего как раз выходят из строя, вздуваются вот эти конденсаторы. Дальше, смотрите, есть такая микросхемка. Вот она. Стабилизатор напряжения. Вот наш стабилизатор напряжения. В данном случае у меня она на 1,8 вольта. Выходное напряжение. Кстати, здесь относительно такой надежный вот этот стабилизатор напряжения. Поскольку по ним, я так смотрел, меньше всего отказов. Были другие. Здесь применяли стабилизаторы напряжения. Там какие-то 5 ножек имеющие. Я не помню их ни серию. Но они такие наиболее часто выходящие из строя. А с этим вроде бы все в порядке. Серия его, я сейчас скажу, АМС-3. Единицы 7. И вот здесь написано Т18. То есть он у меня на 1,8 вольт. Причем, смотрите, мы привыкли обычно с вами, ну кто начинающий, что все, что паяется вот сюда к корпусу, то есть большая часть корпуса, это является минус. Но вот в данном стабилизаторе вот эта часть будет плюсом. Это плюс выход уже стабилизатора. А вот это все у нас будет минус. Сюда мы можем притулиться минус. Корпус электролита тоже будет минус. Поэтому здесь очень удобно проверять щупами. Не нужно там касаться какую-то там ножку, чтобы не коротнуть. А можно сюда смело ставить положительный щуп. И на любое здесь шасси отрицательный щуп. И можно посмотреть, будет ли здесь выходное напряжение. Кстати, это самая такая даже глобальная проверка. Если здесь будет напряжение на выходе, то тогда уже нужно копошиться дальше в большинстве случаев в цепях управления. А если здесь не будет напряжения на выходе стабилизатора, то естественно что-то здесь не то. В самом блоке питания. В той части данной схемы, которая является блок питания. Включаю я блок питания. Перевожу мультиметр в режим сначала переменного напряжения на максимальную шкалу. У меня здесь 750 вольт переменная и 1000 вольт по стоянке. И проверяем, есть ли напряжение вообще на плате переменное. Вот посмотрел, куда идут эти шнуры. Два с обратной стороны контакта. И вот эти два контакта. Здесь нужно быть, напомню, осторожным. Проверяем. Включить надо, правда, режим переменной. И видим у нас здесь 227 вольт. То есть напряжение переменное заходит на плату. Дальше смотрите. Тоже пальцами касаться не буду. Вот так подниму. Вот наш конденсатор. Тот, который большой, сглаживающий. Вот его выводы. Здесь его положительный вывод. Здесь отрицательный. Переводим в режим измерения постоянного напряжения мультиметр. И измеряем теперь напряжение на конденсаторе. Постоянное уже. И мы видим напряжение здесь порядка 320 вольт. 319 вольт. О чем это говорит? О том, что конденсатор исправен. И диодный мост тоже исправен. Теперь мы можем дальше проводить измерения на вторичной стороне. То есть будем измерять напряжение. Кстати, вот можем на диоде. К диоду очень удобно подцепиться. Сейчас мы перевернем схему. Здесь закрывается камера. И вот покажу. Импульсный трансформатор. И вот сразу же стоит диод. Здесь полоска будет как раз со стороны катода. Вот серая полоска. Здесь ее, конечно, не видно. Но я уже не буду, чтобы что-то не замкнуть, шевелить тюнером. То есть берем, что мы делаем. И ставим туда положительный щуп. И на минус любое место отрицательное. На минус удобнее. Смотрите, куда касаться. Вот сюда. Такой большой полигон, площадка. Напряжение можем снизить. Для большей точности предел. Точнее на мультиметре. На 20 вольт. Ставим. И видим. Опа. Выходное напряжение отсутствует. Просто равно 0. Дальше. Вот наш стабилизатор. Видите, здесь тоже удобно сюда прикоснуться. И мы видим тоже 0. Что это значит? Здесь, кстати, вариантов может быть очень много. Таких мелких. Но базовых. Те, которые реально в практике. С чем сталкивается. Первое. И наибольшая вероятность. Это то, что поврежден шим контроллер. Второе. Конечно, может быть поврежден сам импульсный трансформатор. Но это, скажем так, вероятность очень низкая. В этом. Хотя тоже можно проверить. И третье. Такое ходовое. Это то, что в схеме у нас где-то здесь есть КЗ. Либо глухое, либо неполное короткое замыкание. В результате чего шим контроллер уходит в защиту. И не запускает схему. То есть, сам контроллер у нас исправен. Все нормально. Реагирует. Защищает всю схему. Но уходит в защиту. Поэтому не запускает саму схему. И мы не видим дальше какое-то напряжение. Как мы можем это проверить в самом простом случае? Здесь может быть множество различных вариантов. Но, тем не менее, я сейчас покажу таких два распространенных варианта. Выключаем нашу схему. Отключаем напряжение. Теперь переводим мультиметр в режим прозвонки. И можем теперь прозвонить, собственно, во-первых, сам стабилизатор напряжения. Вдруг он пробился. И здесь какое-то происходит КЗ. Проверяем. Здесь нет никакого КЗ. Дальше от плюса мы можем просто сюда к минусу поставить щуп. И увидеть, что тоже здесь никакого короткого замыкания нет. Конечно, здесь могут быть и другие какие-то выходы замыкания. Вот, например, аудио, видео выходы. Ну, где расположены выходы тюльпанов, либо HDMI выход, ну, либо вот антенные выходы. И мы видим относительно стабилизатора здесь ничего не прозванивается, ничего не звенит. Ну, а теперь самый такой лайфхак, можно сказать. Смотрите, как мы сейчас будем поступать. Так, чтобы нам было видно. Так сказать, быстрая проверка, у кого есть под рукой блок питания. Включаю я блок питания. Я его показывать не буду, покажу только вот щупы. Мы с вами хорошо знаем, что для питания всей схемы у нас задействуется выходное напряжение со вторичной обмотки трансформатора. То есть, вот с этой точки у нас получает питание вся схема. Поэтому, что мы можем сделать? Мы можем сюда просто подать постоянное напряжение от любого источника питания. Ну, почти от любого, хотя бы с запасом 1 А, чтобы он мог выдавать. Ну, для данного устройства. Если будет помощнее блок питания, конечно, нужно будет иметь помощнее блок питания. Имеется в виду не импульсный уже, а постоянного тока. Поэтому я беру два щупа. И куда я буду подключать их? Один буду плюс подключать вот к катоду диода, а второй к любому минусу. И буду подавать я сюда 5 В. Ну, где-то приблизительно 5 В в районе такого напряжения. И если дальше в цепях управления у нас все в порядке будет, то мы тогда что сделаем? Мы ничего не сделаем, но запустится наш, по идее, запустится наш тюнер. Давайте попробуем. Включаю я блок питания. Сейчас выставлю где-то 5 В на нем. Кстати, можно даже подать сюда от USB разъема, но лучше не рисковать. USB нам разъем выдаст 1 А максимум, но лучше все-таки так не делать. Но это крайний случай. Подключаем, смотрите, плюс к диоду. А минус я просто приложу вот сюда. И я вижу, ток начинает возрастать. Уже полампера. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. А происходит у нас здесь следующее. Мы видим, тюнер запустился. Это означает то, что в цепях управления, скорее всего, там будет порядок. Ну, с большой вероятностью. Отключаю. Кстати, нагрузка 0,7 А. То есть, довольно-таки не слабая нагрузка. Но этот стабилизатор линейный, о котором я говорил, он рассчитан на 1 А нагрузки. То есть, неспроста его туда поставили. Такой мощный. Отключил. Я опять подключаю. И жду, пока загрузится тюнер. И мы видим, тюнер загружается. Отсюда можно сделать какой вывод. Сейчас даже очень важный. Это такой крайний случай, если не прошли какие-то варианты, нет какого-то элемента, отсутствует шим-контроллер и так далее. Что можно сделать? В моем случае здесь хватает 5 Вольт. И я посмотрел, нагрузка 0,7 А. А мы с вами хорошо знаем, что большинство зарядок мобильных телефонов, это правда у меня не мобильного, это видеокамеры, которые снимают здесь эти все действия, она имеет, смотрите, от этой зарядки можно, собственно, запитать всю эту схему тюнер. Но это, конечно, неоправданная тема. Выходное напряжение здесь 5 Вольт. И ток 1,8 А. Поэтому вдруг у вас где-то завалялась какая-то зарядка такая, например, на 1 А. Что можно сделать? Можно сделать, вот как в моем случае, если такая неисправность, отпаять вот эти все цепи, импульсный трансформатор, выпаять, там высоковольтный конденсатор, пригодится, кстати, где-то в хозяйстве, он не дешевый на такое напряжение. И просто подать вот сюда, где находится диод, в эту точку, где катод диода, сюда подпаять, плюс блока питания, и минус в любую точку. Тут много минусов на этой схеме. Ну, минусов имеется в виду потенциал. И все. То есть вот эту вот часть можно, по сути, выбросить, которая силовая часть, и сюда подпаять вот такой вот блок питания. Видите? С мобильного телефона. Он даже здесь хватит места, чтобы его разместить. Это такой крайний вариант. Но к чему мы здесь пришли? К тому, что схема все-таки работает все нормально и с большей вероятностью можно считать, что вышел из строя сам ШИМ-контроллер. Хотя это, конечно, еще далеко не факт. Можно здесь проверить его работу, запускается, не запускается, ну и так далее. Но я этим заниматься сейчас не буду. Вы можете, конечно, этим заняться. И я его просто выпаяю. Я нашел на радио-рынке такой же стабилизатор напряжения. Он стоит 15 гривен. Это где-то сейчас 60 центов. Ну, то есть, недорогой. Поэтому можно попробовать выпаять, поставить на его место новый и посмотреть, запустится ли наше устройство. Итак, погнали. Кстати, в данной схеме чаще всего еще могут выходить вот эти два диода. Раз и два. Которые как раз находятся вот в цепи ШИМ-контроллера. Я их прозвонил. Здесь тоже все в порядке. Поскольку фена у меня нет паяльного, поэтому буду я выпаивать данную микросхему обычным паяльником. Вот, кстати, новая микросхема. Это ШИМ-контроллер PN8368 со встроенным транзистором MOSFET. Ее мы и будем ставить вместо пострадавшей. Хотя не факт, что она еще и пострадавшая. Отпаялась почти микросхема. Вот она. Семь ног в которой немножко нестандартная. Зачистим место под пайку следующей новой микросхемы. Устанавливаем новый ШИМ-контроллер. Микросхема на месте осталась припаять. Итак, микросхема на месте. Не очень красиво я ее впаял. Ну, вообще не красиво. Но, тем не менее, важно сейчас проверить работоспособность. А дальше можно уже там будет подпаять, допаять. Будем подключаться к источнику переменного напряжения. Подсоединился. Включаемся. И вот он момент истины. Опа. Видим. Запустился наш тюнер. Отлично. С этим я вас и поздравляю. И себя, между прочим, тоже. Это первый тюнер, который я отремонтировал. То есть, как видим, все работает. Осталось только поклацать пультом, проверить, переключается ли здесь что-то или не переключается. Вот он пульт. Попробуем включить, выключить. Включили. Он загружается. И выключен. Выключается. Как видим, все работает. Осталось его собрать и отдать. Или же подключить к телевизору. В общем, друзья, как я и предполагал, оказался неисправен шим-контроллер. Тюнер я уже собрал, подключил к телевизору и все отлично работает. Никаких проблем нет. Себестоимость по деталям этого ремонта обошлась в районе одного доллара. То есть, где-то 60 центов сама микросхема. Это причем в Киеве на радиорынке. И конденсатор я тоже заменил электролитический. Тоже там где-то попадает в общую стоимость до одного доллара. Ну, а такой тюнер пришлось покупать где-то долларов за 15. Поэтому есть все-таки смысл отремонтировать самостоятельно. Ну и напоследок хочу дать такую рекомендацию тех, кто собирается, начинающие, имея в виду, заниматься ремонтом. Интересуйтесь литературой по импульсным блокам питания. Разберитесь, как работают импульсные блоки питания. И вы увидите, что 90% случаев неисправность всего устройства заключается именно в неисправности блока питания. Я думаю, те, кто опытные, если кто-то смотрит опытный ремонт, я думаю, они подтвердят, что где-то 90% случаев это выходят блоки питания практически любого устройства. А современный блок питания это импульсный блок питания. Поэтому, разобравшись, как устроенный работает импульсный блок питания, можно что сделать? Можно его уже самостоятельно отремонтировать. Причем, ну, наверное, тоже в 90%. Возможно, где-то 10% будет какая-то там тонкость, хитрость, которой никак подлезть нельзя. Ну, и тем не менее, с большой вероятностью можно ремонтировать и остальные электронные устройства. А на этом все. Будем прощаться. Всем спасибо за внимание, удачи и пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»